эта история началась в один из жарких дней когда мы с моим товарищем собрались погулять у нас ничего не оставалось как идти старую никому не нужную заброшку место заброшено и давно забыто богом мало кому известно что находится внутри так как там уже никто не был очень много лет причем мы куда сегодня пойдем жарко вообще пиздец ну так куда пойдем не знаешь у меня у меня есть его вариант на ту что ли ну давай хорошо мы даже не подозревали что он ждет впереди через какой путь нам предстоит пройти ну и так вот мы отважились на этот поступок не знаю даже о нем ну тогда будем чуть через трубку нормально тут трава маленькая хоккей что-то мне здесь не нравится вообще давай теперь уйти когда мы вошли в это здание я уже почесывал какую-то некую энергию чё-то присутствием кажется мы здесь были не одни затем нам пришло в голову скачать игру и поиграть и игрой из этого списка была грэнни всеми забытая и уже скучная игра когда мы сидели обсуждали эту игру как вдруг на улице послышался шорох или чьи-то шаги мы так и не поняли я решил выяснить что же это было на самом деле ты слышал шаги сейчас я проверю подожди когда я решил выяснить что происходит подойдя ближайшей двери чтобы выглянуть или что это было я так и не разобрался балкон или дверь но это уже неважно выглянув него я заметил как что-то вылетела из подвала мне стало любопытно что это когда я сказал другу подождать и пошел выяснить что же это было мне было как-то не по себе спускаясь по этой шершавой траве я искал себе все ноги подвале никого не было ну что это вылетел оттуда так и неизвестно я подошел чтобы рассмотреть что лежала в траве и это оказалось какая-то бумажка я решил подобрать ее так как она показалось здесь неспроста бумажки было написано то что меня повергла в шок что это могло значить кто с нами гражданную шутку мы обязательно найдем обидчиком этом steam когда я стал звать друга чтобы рассказать ему о происходящем он не откликался тогда я решил подняться наверх выяснить чем же дело поднявшись по лестнице я встретил не своего друга а какое-то существо или непонятно гуманой двухметрового размера с топором она издала какой-то звук и кинулся на меня я стал убегать это уже не смешно но друга я бросить не мог поэтому решил пойти в обход залез я наверх и услышал как шаги приближаются со стороны лестнице кто-то бежал и похоже я знаю кто это было оно прошло рядом со мной провело топором по стене и пошло искать меня мне срочно нужно найти друга и убираться отсюда как не кстати меня она не заметила я стал искать выход или своего друга я не знаю что я искал но у меня не было выбора не было настолько страшно друзья не бросая так что мне срочно нужно было найти своего друга это существо также пыталась меня искать кто кого искал в этом доме непонятно не разбирая дороге я забрел в какую-то комнату и как вдруг в этот момент это существо шло прямо в мою сторону к счастью это существо прошло не в мою комнату а в соседнюю и разглядел его маску или точнее то что от не осталось выглянув за угол мне чуть не прилетела в лоб топором хорошо что я вовремя а то могло бы все закончится иначе поняв то что это существо не играет со мной а хочет меня убить я бросился бежать со всех сил в этот раз я спрятался получше но это существо все равно нашло меня и давай опять за мной бегать я уже устал у меня не было сил из последних сил я сделал финальный рывок и все таки мне удалось сбежать на уровень ниже друга я своего так и не нашел мне пришлось прыгать с третьего этажа это было не очень больно но все равно как-то страшно если меня поймает существо то будет очень плохо все же я решил вернуться в дом поднявшись на лестницу она мне увидела по моему описанию это была какая-то бабка которая сошла с ума я спрятался от нее на уровне ниже надежде что она меня не заметит но все же она меня заметила в этот раз я решил схитрить в надежде того что мне повезет и мне снова повезло эта бабка не такая быстро как мне казалось мне конечно же день раньше не прилетела я решил завести его в угол и обмануть в итоге я спрятался в подвале но это была моя большая ошибка спрятавшись подвале она меня снова заметила и в этот раз чуть не ударила но мне удалось уклониться я побежал на третий этаж чтобы полностью изучить его так как я был не во всех комнатах на третьем этаже я нашел топор в случае обороны как я его не заметил раньше я был очень рад и решил зайти в соседнюю комнату на мое удивление я встретил своего товарища он лежал без сознания я попытался его разбудить чувак вставай какая-то херня происходит в итоге меня ждал сюрприз на меня напала бабка и окончательно меня вырубила у меня